Отчитались о работе. Фонд обязательного медицинского страхования представил депутатам окружного собрания информацию об исполнении своего бюджета за 2019 год. Финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования проводилось в соответствии с программой государственной гарантии оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории Ненинского автономного округа на 2019 год. В системе обязательного медицинского страхования в 2019 году осуществляли деятельность 13 медицинских и одна страховая организация. Кроме ежегодного отчета, который заслушали депутаты, члены комиссии поинтересовались, как проходят выплаты врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Есть два постановления правительства, которые сегодня действуют и принят на оригинальном уровне, список решили. Во втором документе, регламентирующем эти выплаты, согласно постановлению президента, фразу о почасовой оплате убрали. Таким образом, окружным медицинским работникам был произведен перерасчет. По словам Сергея Свиридова, 17 мая медики получили положенные выплаты. Если человек работал в апреле одну минуту, час, месяц, они получат одинаковую сумму все. Относительно это несправедливо, конечно, кто отработал месяц и кто отработал час, получат одинаковую сумму. Но было такое решение принято, подкорректировали. По-первыхому, учитывается фактическое отработанное время. Кроме того, при обсуждении вопросов здравоохранения, окружные депутаты обратили внимание на усиление контроля за качеством предоставления медицинских услуг. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал Север.